Я Игорь Игоревич Сикорский. Мой отец был Игорь Иванович Сикорский. Игорю Сикорскому почти 94. Ветеран разведки ВВС США. Основатель музея авиации и музея вертолетов. Лучшее продолжение дела знаменитого отца. Авиаконструктора, изобретателя, философа. Рассказывать о нем готов часами. Только тема теперь одна. Война России против Украины. Отцу было бы очень тяжело представить, как вертолет летит над Украиной, над землей, которую он любил. Особенно над Киевом. И расстреливает людей. И Россия, и Украина неразрывно связаны с фамилией Сикорский. В Киеве отец родился. На русско-балтийском заводе в Петербурге строил свои первые аппараты. Тем трагичней в этом доме воспринимается война. В Украине Сикорский младший был несколько раз. Еще, как он сам говорит, при старой советской власти. Видел дом отца, ездил на заводы, где строились его экспериментальные самолеты. Не знает, уцелел ли тот дом под обстрелами российской армии. И что сейчас с киевским аэропортом, названным в честь Игоря Сикорского. Я говорю, как человек, который любит Россию и воспитан на любви к России, я глубоко расстроен тем, что происходит от имени России. Фотографий и документов в доме не очень много. Большую часть давно передали в музеи. Репродукция самолета Илья Муромец – одна из любимых. Сикорский, ему на тот момент было 20 с небольшим, лично его испытывал. Это один из первых самолетов, которые он построил. Летел из Санкт-Петербурга в Киев. И это был самый длинный полет, когда-либо совершенный самолетом на тот момент. Этот портрет – уже американский период жизни Сикорского, сделан Борисом Шаляпиным. Сын всемирно известного певца почти 30 лет был одним из иллюстраторов обложек журнала «Тайм». А этот вертолет Сикорский-младший видел собственными глазами. Отец только переехал в Америку, денег на строительство не было. Собирали среди иммигрантов по подписке. Мне было 10 лет. Я пришел посмотреть, как отец работает. Как раз над этим вертолетом. Помню, он сказал какому-то человеку с паяльной лампой – отрежьте эту часть, сделайте ее короче. Завтра я полечу и спробую. Именно эта модель стала прототипом будущих вертолетов Сикорского, в том числе тех, на которых, начиная с Эйзенхауэра, летают все американские президенты. На вырезке из местной газеты фото еще одного сына авиаконструктора – Сергея Игоревича. Ему 97, живет в Аризоне, долгое время также работал в авиаиндустрии. Оба брата осуждают развязанную Путиным войну. Это чудовищная, ужасная война, которая ведется от имени России, но на самом деле это война Путина. Война губительна и для Украины, и для самой России, говорит Сикорский. Последствия физических разрушений на территории одной страны и политического террора в другой растянутся на десятилетия. Остановить это должны все, кто говорит по-русски. Русскоязычная диаспора за рубежом в том числе. Менталитет Путина таков, что он никогда не признает своей неправоты, и это очень и очень опасно. Если он применит ядерное оружие, даже так называемое тактическое оружие, это приведет к ядерному холокосту. Отец, вынужденный ставший после Октябрьской революции иммигрантом, напоминает Игорь Сикорский, всегда призывал различать репрессивный режим и богатое духовное наследие России. Я обращаюсь к тем, у кого есть сила действовать, действовать сейчас, отстранить его от должности любым способом.